Помогает ли на самом деле лук при простозе и гриппе? Добавить комментарий Ваш комментарий Популярные разделы цветы розы актуальны Зимой популярные статьи Поиск по сайту Найти полезные свойства Репчатого лука для организма человека Разговор о качествах лука стоит начать с его состава Именно в нем кроются секреты полезных свойств В овоще содержится большое количество витаминов, макро- и микроэлементов витамина А, или бета-каротин Антиоксидант, благотворно влияющий на иммунную, нервную системы, обновляет кожу, улучшает зрение Принимает участие в формировании костной ткани и выработке гормонов Витамин Е, или токоферол Положительно влияет на иммунную систему и работу половых желез, защищает организм от вредного внешнего воздействия Участвует в процессе усвоения жиров и белков, ускоряет заживляющие процессы и нормализует свертываемость крови Витамин С, или аскорбиновая кислота Антиоксидант, принимающий участие в выработке коллагена Поддерживает иммунную систему и окислительно-восстановительные процессы в организме Витамин В1, или тиамин Нормализует обменные процессы, формирует и обеспечивает формирование ЦНС Витамин В2, или рибофлавин Способствует синтезу нервных и клеток кожи организма Принимает участие в формировании эритроцитов, стимулирует работу надпочечников и защищает глаза от ультрафиолетовых лучей Витамин В9, или фолиевая кислота Оказывает благотворное влияние на женскую фертильность и процесс формирования ДНК Помогает усвоению белка Витамин РР, или ниацин, известный также как никотиновая кислота Отвечает за выработку энергии, нормализацию уровня сахара и холестерина Используется в профилактических целях при остеоартрите и сахарном диабете Среди активных микроэлементов лука выделяют такие, как фтор, медь, кобальт, железо, натрий, фосфор, залу, марганец, йод, цинк, магний, кальций и калий Полезные свойства овоща не ограничиваются указанными в составе Он выступает природным антибиотиком и помогает при авитаминозе, улучшает обмен веществ и помогает выводить лишнюю жидкость из организма Его сок повышает потенцию Среди основных полезных свойств продукта выделяют такие активизации обмена веществ, противомикробные действия, снижение артериального давления, выведение вредных веществ из организма, глистогонное и мочегонное действие Помогает ли лук при простуде и гриппе? Благодаря составу, насыщенному витаминами, железом, органическими кислотами, минералами и эфирными маслами, лук действительно может быть полезен для профилактики и помощи в лечении вирусных и простудных заболеваний За счет наличия в составе фитонцидов, иммуностимуляторов и эфирных масел в организме создается среда, неподходящая для развития вирусов Витамин С защищает слизистые оболочки Лук не может выступать в качестве самостоятельного лекарства, но он поддерживает иммунитет и помогает организму бороться с вирусами Этот продукт может стать мощным профилактическим средством, поддерживающим иммунитет во время эпидемии в осенне-зимний период Поможет организму в борьбе с вирусами, если избежать болезней не удастся Как действует лук при простуде и гриппе? При простуде и гриппе лук воздействует на организм таким образом повышает сопротивляемость иммунитета, выступает в роли сильного Антиоксиданта, борется с патогенной микрофлорой в организме, оказывает бактерицидные действия, останавливает дисбактериоз Активизирует процессы заживления Цинк, железо и витамин В повышают гемоглобин и активизирует природные ресурсы организма Фитонциды способны справиться с неприятными симптомами болезни Мнение специалистов в области медицины касательно того, может ли лук убивать вирусы и микробы, разделились Некоторые считают, что овощ может лишь укреплять иммунную систему, а другие наделяют продукт антимикробными свойствами Считается, что бактерицидное и антисептическое воздействие лука связано с фитонцидами, стимулирующими иммунитет и борющимися с вирусами Эти вещества способны уничтожать не только возбудители гриппа и простуды, но и прочих болезнетворных микробов, включая вирусы дифтерии, туберкулеза и дизентерии Какой лук лучше принимать от простуды и как? Самый эффективный при простуде – репчатый лук Концентрация полезных веществ в его составе значительно выше, благодаря чему его действие на организм более заметно Тем не менее, красный лук обладает антибактериальным и поддерживающим иммунитет действием, поэтому при вирусных заболеваниях его употребление возможно Кроме того, он имеет более приятный и мягкий вкус, позволяющий употреблять его в пищу в сыром виде Способы применения Способы применения лука разнообразны – его употребляют в пищу, делают ингаляции и раскладывают нарезанным дольками по комнате Приведем проверенные поколениями рецепты, которые помогут бороться с простудой Кашица мелко измельченный лук снимает воспаление, оказывает бактерицидные и ранозаживляющие действия, снимает боли и блокирует воспалительный процесс Для приготовления кашицы пропустите луковицу через мясорубку или измельчите ее блендером Применение – лечение нарывов, ожогов и гнойных ран Ингаляции лук полезен для дыхательных путей и слизистой Для ингаляции мелко измельчите две крупные луковицы, можно залить их кипятком и поместите кашицу в небольшую емкость Больному рекомендуется в течение 10-15 минут вдыхать луковые пары, накрывшись полотенцем Применение – ангина, грипп, орви, простуда Напиток сок лука укрепит иммунитет и поможет в лечении простуда и гриппа Для приготовления измельчите луковицу и процедите через мелкое сито или марлю Принимайте сок по 2-3 столовые ложки во время еды Применение – профилактика, лечение герпеса на губах, укрепление иммунитета, вирусные и простудные заболевания Смесь из лука и меда – популярный рецепт от кашля – лук с медом Измельченный блендером или мясорубкой лук 500 грамм, смешивают с сахаром 400 грамм и медом 50 грамм Смесь ставят на огонь и доводят до кипения, регулярно помешивая Для хранения подойдет плотно закрытая емкость и прохладное место Применяют за полчаса до еды по 2 ст Листы трижды в день Применение – бронхиты, кашель, ангина Настойка на воде Напиток из лука и воды обладает противовирусным иммуноукрепляющим действием Измельченную луковицу заливают стаканом теплой чистой воды и настаивают в течение 9-12 часов, после чего процеживают Средства принимают на голодный желудок дважды в день по 0,5 стакана от 3 до 5 дней Применение – укрепление иммунитета, ускорение метаболизма, гельминты Настойка на молоке – помощник в борьбе с вирусами, луково-молочный напиток Измельченную луковицу заливают стаканом молока и варят 15 минут на водяной бане, после чего настаивают в течение часа и процеживают Средства применяют по 1 ст Листы каждые 3 часа Применение – вирусные и простудные заболевания Горчичники из лука Компресс из лука – достойная альтернатива традиционным горчичникам Лук нарезают кольцами, при желании добавляют чеснок, после чего перед сном колечки прикладывают к стопам и плотно фиксируют теплыми носками Утром ноги ополаскивают чистой водой Применение – простуда, болезни печени Целебные рецепты для лечения простуды и гриппа из лука Для лечения простуды и гриппа рекомендуется применять свежий лук При термической обработке остается только малая доля полезных веществ Кроме указанных выше рецептов существует несколько народных методов избавления от симптомов болезни укрепления иммунитета Самое важное во время болезней – помочь организму побороть вирус Для этого помогут иммунизирующие средства – луковый отвар и сок, кашица Овощ можно добавлять в салаты Первые и вторые блюда для профилактики Раскладывать нарезанные дольки по квартире – это продезинфицирует помещение Кашель При кашле действенные средства – ингаляции и смеси лука с молоком или медом От сухого кашля используется такое средство 7-10 измельченных луковиц и головка чеснока заливается молоком и варится до смягчения овощей Отвар перетирается до состояния кашицы, дополняется мятным маслом и 2 ст. Листы меда Принимают его по одной ложке каждые 2 часа Насморк Заложенность носа считается одним из самых неприятных симптомов Справиться с ним поможет луковый сок Достаточно капать его в нос 3-5 раз в день по 5 капель Используют и луковый настой В 30 грамм кипяченого масла помещают измельченные луковицы Настаивают 2-3 часа, после чего смазывают получившимся средством нос внутри Меры предосторожности Несмотря на все полезные свойства лука, применять его при гриппе и ОРВИ следует с осторожностью Не рекомендуется превышать дозы и перебарщивать со средствами на основе лука, как и любой продукт, при чрезмерном использовании Он может принести больше вреда, чем пользы Для профилактики заболеваний рекомендуется употреблять лук в умеренных количествах, предварительно проконсультировавшись с лечащим врачом Возможные вреды и противопоказания При бесконтрольном употреблении лук может вызвать обострение гастрита и язвы, нарушить работу желчевыводящих путей Продукт следует с осторожностью применять людям, страдающим болезнями кишечника и желудка, нервной возбудимостью и панкреатитом Не секретно то, что после употребления лука общение может вызывать определенный дискомфорт Не рекомендуется употреблять лук при заболеваниях опочек и печени, сердца, ЖКТ, сахарном диабете Следует с осторожностью отнестись к отдельным рецептам лука, например, с медом, и посоветоваться со специалистом по поводу непереносимости их отдельных компонентов Советы и рекомендации врачей Специалисты советуют употреблять продукт в умеренном количестве в сезон вирусных заболеваний Благодаря большому количеству биоактивных веществ, микроэлементов и витаминов он поможет защитить организм во время эпидемии Медики отмечают, что при дозированном употреблении продукта появляется незначительный противовирусный эффект Но употреблять лук стоит только как дополнительное средство к лекарствам Его рекомендуется использовать не как монопродукт, а в качестве одного из ингредиентов в составе Его действие усиливается медом, молоком и чесноком Заключение при правильном употреблении и соблюдении рекомендаций лук поможет избежать болезней в сезон эпидемии или значительно сократить курс лечения Благодаря составу, насыщенному витаминами и полезными элементами, продукт может стать не только дополнением к любимым блюдам, но и профилактическим средством многих инфекционных заболеваний Лук и чеснок против простуды, развеем мифы Утренний эфир отчетис видео он ютуб